Здравствуйте. Наша недельная глава называется «Ваеллах» и Пашо. Она рассказывает о конце разговора Мушера Бейну, нашего учителя, с народом, когда уже он под конец всей истории в пустыне, он дает напутствие народу Израиля, передает свои полномочия Яшуа Бейнуну, который дальше будет уже в самой земле Израиля вести народ. Он говорит, что я знаю, что вы были горькие со Всевышним при моей жизни и тем более будете после моей смерти. И говорит на это один мудрец, что отсюда мы видим, что когда умирает наставник поколения, да, что это приводит к уменьшению уровня народа, да, собственно, чего он здесь и опасался, что после своей смерти народ Израиля начнет грешить. Талмуд, он приводит историю про Раби Зейра, что Раби Зейра, он жил в месте, где у него были соседи-грешники, да, и он, чем он занимался, он молился о них, он хотел их исправить как-нибудь, да, чтобы они сделали дживу и вернулись, да, со своей пути, к Всевышнему. После его смерти эти грешники, они это увидели и они подумали, все это время он молился Всевышнему, он просил, чтобы он с милостивился над нами, да, чтобы у нас все было хорошо. Теперь, когда он умер, кто будет этим заниматься? И поэтому они пробудились, да, и сделали дживу, вернулись к Всевышнему. Теперь на первый взгляд из этой истории мы видим наоборот, что когда умирает кто-то, кто ответственный за людей, да, эти люди наоборот, они не опускаются к своему уровню, а поднимаются. И на первый взгляд это вызывает противоречие небольшое с историей про Мошара Бейну и народ. Там, согласно этой логике, должно было произойти то же самое, что Мошара Бейну, да, было много историй в пустыне, когда они ходили, да, был грех с золотым тельцом, был грех с разведчиками, и каждый раз Мошара Бейну, он молился, чтобы Всевышний, он простил народ, дал ему еще один шанс. И действительно, когда умирает наставник у его учеников, действительно поднимается уровень, они начинают думать, что когда нет наставника, который бы о них заботился, да, теперь они сами должны взять все в свои руки. Мошара Бейну это было исключение. В чем исключение? Потому что у него уже был прецедент, на основании которого он знал, что после его смерти они не поднимутся, а опустятся в своем уровне и будут грешить. Есть история про одного рыбы, что один раз к нему пришла женщина, и она хотела попросить ему браху на некую вещь. Он ей ответил, я дам тебе браху, если ты принесешь мне 100 золотых монет. Она сказала, вот, но это очень сложно, да, это очень большая сумма. Он сказал, нет, только так, 100 золотых монет, тогда я дам тебе браху. Она согласилась, да, и ушла. Спустя какое-то время она приходит с 80 монетами и говорит, вот, это то, что у меня получилось собрать. У меня не получается собрать 100. Возьмите это и дайте мне браху на то, что я прошу. Он сказал, нет. Я сказал, 100, а никак не 80. То, что ты сейчас пришла и даешь мне 80, ты просто забираешь у нее время, пока я мог учиться или советоваться с кем-то другим. На что она сказала, как такое может быть? Если ты не хочешь мне помогать, мне вообще тогда не нужна такая помощь. Я сама справлюсь. Я обращусь напрямую к Всевышнему. Он ей отвечает, что да, вот это то, что я хотел от тебя услышать. Наставник, он лишь помощь. Не стоит на него полагаться полностью на 100%. Даже когда мы просим помощи, советуемся с раввином, мы не перекладываем на него полностью всю ответственность. Мы лишь советуемся. Все зависит от нас. У евреев, в отличие от других народов, у нас есть огромное преимущество, что Всевышний для всех остальных народов, он поставил ангела, который ответственный за каждый из народов. И когда они хотят обратиться к Всевышнему, они работают только через посредника. Их молитвы сначала дают к ангелу, и ангел только это относит к Всевышнему. Но у нас, совсем не так у нас, Всевышний дал нам очень большой подарок, что мы можем обращаться к нему напрямую и просить его напрямую, чтобы он нам помог. Хорошей субботы, шаббат шалом! Субботы, шаббат шалом!